Мероприятие прошло по-домашнему уютно. Со сладким столом собрались активисты ветеранских движений, инвалиды по зрению Хасанского района, неравнодушные жители и представители администрации Зарубина. Также на встречу приехал депутат законодательного собрания Леонид Васюкевич. Краевой депутат особо отметил работу Галины Лукьяновны Кузнецовой, которая с середины 90-х годов возглавляла общество инвалидов по зрению Зарубинского поселения. Вот уже столько лет, более 30 лет она этим занимается. Она такая умница и многое сделано за этот период. И поэтому по приглашению также мы поехали вместе к депутат законодательного собрания Васюкевичу Леониду Юрьевичу. Вручил ей приветственный адрес за такой вот долгий труд, очень благородный, тяжелый, нелегкий, конечно. Это особые инвалиды. И, конечно, и также поблагодарили тех, кто... Они же всем на общественном началах помогают инвалидам. На встрече обсуждались самые животрепещущие вопросы. Инвалиды по зрению – люди, нашедшие в себе силы жить, трудиться, быть полезными обществу и семье. Их глаза не видят или видят очень мало, но души отличаются особой зоркостью, а сердца тянутся к общению, красоте окружающего мира. Это дает силы бороться с недугом и служит источником оптимизма для других. Собрались все вот такие те люди, которые должны знать чаяния и проблемы инвалидов в целом, в неформальной обстановке. Мы говорили о проблемах инвалидов, в чем нужна им помощь конкретная от должностных лиц и от тех, от кого вообще зависит судьба наших граждан на местах. Это, конечно, здорово. Приехали на мероприятие и представители краевого общества слепых. У Владивостокского подразделения есть свой вокальный ансамбль «Надежда». Пение участников этого коллектива украсило вечер. Виноград Иванушка, виноград Иванушка, а я когда, а я когда, свет Мария. Она нас так вдохновляет и, конечно, это хорошо, что мы даже в такие вот времена имеем возможность собраться, поговорить и пообщаться. И, конечно, наверное, как бы сказать, тем более в тот день был этот Международный день слепых, имеет, наверное, большое значение, что в такое время мы говорим о наших насущных проблемах. Это здорово. Вот так по душевному и с теплом прошла традиционная встреча, посвященная Международному дню слепых. Гости общались, обменивались опытом и подпевали известные песни в исполнении ансамбля «Надежда». Виктория Беляева, Владислав Евдокимов. Новости славянки.